ну чего сразу заезжаем на трек уже со всеми я договорился что я здесь покатаюсь будем начинать с осторожного вы уже знаете там кольцо будем кольцо обходить сначала 60 километров потом по возрастающей 70-80 и так далее поехали разгон был нормальный чуть-чуть запищала но не критично идет по трассе уверенно по треку сто сто слишком много оттормаживаемся 70 поехали 60 мало держит держит нет никакой недостаточно поворачиваемости избыточной все хорошо вот оттормаживается тоже уверен попробуем чуть побыстрее зайти здесь такие повороты что они в принципе не особо показательные но с другой стороны держит держит хорошо пока мы пока это было медленно чуть побыстрее сейчас заходить будем на 80 сейчас заходили на 70 сейчас будет 80 чуть побыстрее немножко загружаем переднюю ось и погнали ну пищит она конечно пищит но держится чуть побыстрее сейчас пройдем быстрые повороты никуда не девается с траектории все абсолютно нормально но еще еще раз может быть не сильно быстрее но третий заход на поворот чуть-чуть побыстрее возьмем может быть 85 90 загружаем переднюю ось для поворота и погнали заднюю не сносит заднюю все хорошо ищет ищет она конечно но глобальных сносов нет поэтому даже несмотря на размер и что он совсем не трековый да и шина не трековая поэтому для обычной гражданской эксплуатации и и характеристик просто за глаза здесь вопросов на мой взгляд вообще никаких быть не может а сейчас мы сделаем тест на торможение задача такая так как мы не можем измерить в прямую тормозной путь есть на треке место которое обозначено белым таким квадратом прямоугольником и то есть наша задача мы имитируем такую вещь что мы замечаем внезапное препятствие и нам нужно резко оттормозиться в пол вот вот это мы сейчас с вами и посмотрим насколько шина не поплывет насколько она действительно будет хорошо оттормаживаться давайте попробуем ну вопросов никаких нет даже с abs оттормаживается очень хорошо что но на мой субъективный взгляд я тебе вела себя чуть-чуть поуверенней вот но в целом к данному китайскому китайским шинам вопросов целом абсолютно никаких нет опять же повторюсь для гражданской эксплуатации потому что мы с вами смотрим тестируем трек а трек это все таки более сложные условия для шины чем обычная езда по городу но даже с треком в пределах разумного шина справляется нормально вопросов нет друзья идем на трек сейчас постепенно выезжаем со двора как раз лежачие полицейские может посмотреть насколько шина здесь отрабатывает хотя бы на маленьких скоростях возможно ничего не скажешь но уж ничего хорош ничего хорошего ничего плохого точно выехали на такую обычную трассу регионального масштаба в целом едет абсолютно нормально держит хорошо уверен руля слушается нормально то оттормаживается хорошо но какого-то дискомфорта управления не получаешь по крайней мере пока сейчас будет такой наплыв типа пешеходный переход боль огромный лежачий полицейский не мягко упруга так довольно таки но ну то есть нет эффекта какой-то такой ватности при прохождении таких историй вот сейчас это еще не трек но в поворот можно зайти хорошо небольшой свист чуть-чуть поднесло на песке на повороте был песок чуть-чуть вот был небольшой занос небольшой но вполне контролируемый но шины уже свистнули кстати что-то мы тестировали вятти и там таких режимах свиста было не достичь то есть шина цеплялась значительно лучше такая вот история такая вот опять же дорога какая-то проселочная качество так себе машина упруга отрабатывают в целом опять дискомфорта никакого нет размер правда мы едем на трек но размер совсем не трековый с 85 65 15 но зато для таких разбитых дорог подходит очень и очень неплохо но в целом могу сказать что шина показала себя очень неплохо она конечно чувствуется что цепляется чуть-чуть похуже чем то есть тот же вятивая 130 что мы смотрели тестировали ты свистит она конечно ну взять и вообще практически не свистела а здесь есть такой прям даже на относительно небольших скоростях но как видели оттормаживается очень неплохо уверенно да в целом если не брать какие-то моменты такие что ну свист да может быть чуть-чуть отличие от того же вятти повторюсь для обычной гражданской эксплуатации его вполне хватает просто за глаза поэтому на мой взгляд шину вполне можно эксплуатировать не боясь даже если возьмите возникнет какая-то вот ситуация когда нужно резко перестроиться объехать что-то и так далее шина в целом нормальная вот такой вот друзья тест надеюсь вам было интересно и подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео и все это дает нам лучшую мотивацию дело для вас видео и дальше спасибо большое что досмотрели до конца пока пока что ну мы мы Продолжение следует...